Власть в Киеве последовательно отрезает Украину от соседей не только в юридическом поле, но и в чисто физическом смысле. 4 миллиарда гривен из бюджета страны, которая балансирует на грани дефолта, выделяют на проект «Стена». Это заградительные сооружения на границе с Россией. Уже должны были появиться километры колючей проволоки и противотанковых рвов. На деле ничего подобного. Какова истинная цель украинского Кабмина? Вырыть окоп или зарыть бюджетные деньги? Разбирался Сергей Пономарёв. От крайнего дома села Горналь Курской области до границы с Украиной всего-то пару сотен метров. Сразу за рекой Мирополье. Посёлок, где почти у каждого есть родственники. Раньше они постоянно ходили друг к другу. Но украинские пограничники закрыли местный пункт пропуска. А через ближайший КПП получается крюк в 70 километров. Я в 6.30 из Сум выезжаю и полсорого сюда только приезжаю. А напрямую мы ехали полтора часа, я уже 45 минут туда и 45 минут назад у нас было удобнее. Но теперь, конечно, плохо. Здесь раньше свободно проходили границу. Суббота, воскресенье приезжали к своим родителям сюда. А всё началось с того, что год назад неподалёку от их села появились украинские военные. Пригнали экскаваторы, начали ставить заборы и копать рвы. Позже местные жители узнали, это часть проекта «Стена». Его ещё называют «Европейский вал». По задумке Киева, целая оборонительная система. Всё для того, чтобы отгородиться от соседней России. В идеале это высокий забор с колючей проволокой, рвы, видеокамеры, датчики движения. Первые несколько метров были построены в октябре прошлого года в Харьковской области. Премьер Яценюк даже лично приезжал проверить стену на прочность. Изначально возвести такую стену планировалось по всей сухопутной границе России и Украины. Общей длиной почти 2000 километров. С момента объявления строительства прошёл почти год. Однако кроме нескольких десятков метров загорождений и прерывающихся рвов с колючей проволокой, дальше дело пока не пошло. Вот так сейчас выглядит участок государственной границы между Сумской областью Украины и Курской областью России. Заборы с колючей проволоки, траншея, поросшая травой. По словам местных жителей, копать такие рвы украинские военные начали ещё год назад. Весной 2015-го все работы резко прекратились. Хотя сначала Киев заявлял, что сможет укрепить всю границу чуть ли не за месяц. Потом несколько раз переносились сроки, проект даже замораживался. Сергей Асачий с Украины говорит, что многие его соотечественники совсем не понимают, зачем нужна эта стена. Скажу вам честно, это отмывка денег. Что война, что вот это. Просто народ столкнул их лбами. А вот для премьер-министра Украины Арсения Юценюка возведение стены чуть ли не задача номер один. Именно он в сентябре прошлого года заявил о необходимости укрепить рубежи страны. Проект «Стена» это был проект пиара Арсения Юценюка. Попытка создания видимости какой-то работы, борьбы перед парламентским выбором. И то, что, кстати, в очередной раз приближаются местные выборы, и Арсений Юценюк снова активизирует эту тему. В современных условиях такая стена не является оборонным сооружением. Такая стена в лучшем случае это контроль за обычным населением. То есть её военное значение почти нулевое. Значение нулевое, но деньги по нынешним экономическим меркам для Украины просто огромные. Изначально планировалось потратить на проект 8 миллиардов гривен, или 24 миллиарда рублей. Затем сумму урезали в два раза. Но и этих денег у Украины сейчас нет. Из заложенных в бюджет на этот год 300 миллионов гривен пограничники получили всего 139, а освоили лишь 11. Но, согласно докладам, уже построены сотни оборонительных сооружений, вырыты тысячи окопов и сотни километров противотанковых рвов. Вот только где это всё находится, известно, видимо, только начальству погранслужбы. При этом деньги на дальнейшее обустройство границы будут искать из внебюджетных источников. Правда, желающих помочь пока не могут найти. Сергей Пономарёв, Антон Ефремов, Василий Филаретов, Первый канал.